Привет, друзья! Вы на Гамма Раша. У нас субботник. Приходите, рисуйте с нами. Сегодня Гамма Раша, субботник, посвящен маленькой Бабе-яге. Мы рисуем из книжки. Мы читали книжку. Я читал, я рассказываю книжку, историю небольшую, как, чего было. Маленькую Бабе-ягу мы уже нарисовали. Привет, ребят! А сейчас мы будем рисовать Абрахаса, волшебного ворона. Я бы не сказал, что он волшебный, но он большой, определенный. Он классный, тоже определенный. Рисуем его вот такими мелками. Мелки масляные. Называется Гамма Малыш. Мне очень нравится масляными мелками рисовать. Я думаю, идеально рисовать для ребят именно масляными мелками. Начнем с ворона. Ворон это необычный ворон. Одно дело говорящего ворона, говорят, все знают. Все знают. И в сказке было сказано, что обычный ворон, это говорящий ворон, это все знают. А вот, например, умный ворон, разумный ворон, это только Абрахас. Абрахас, так его зовут. Он живет с маленькой Бабой-ягой. Он ей помогает. Я нарисовал ворону, вот такую каплю. И нарисую ему хвост. А также крылышки вот так вверх, вверх и вниз волосики такие. Ну, можно сказать, волосики или перышки. И сюда крылышко. Вот такой ворон. Конечно, у него большой-большой клюв. Большим клювом. Он очень умный ворон. Сейчас я обведу все это черным. А ты сможешь повторить. Смотри. Раз. Клюв обводим. И говорим. Однажды ворон говорит. Э, Баб-яга, что-то ты стала плохо колдовать. Ты наверняка чем-то отличена. А маленькая Баб-яга сказала. Конечно, меня не берут на Вальпургевую ночь. Потому что скоро Вальпургевая ночь. А меня не берут. Там можно танцевать. Все ведьмы там пляшут. Ее, в общем, не берут. Проблема у маленькой Баб-яги, что ее не берут в Вальпургевую ночь. Это не просто проблема. Все маленькие, все Баб-ягешки и все колдуни там танцуют и поют. И около костра. А меня не берут. И я решила полететь туда сама. Абрахас ее отговаривал, кстати, ребята. Отговаривал, отговаривал. Но все равно Баб-яга такая непослушная. Она полетела. И вот мы узнаем, что там будет в следующем рисунке. Узнаем. Пока я прохожу про Абрахаса. Он такой, кажется, простачком. И кажется умным. Но, с другой стороны, мне кажется, он и не умный, и не простачок. Он просто рассудительный, я скажу. Этот ворон. Он ей всегда помогает добрым советом. Но сначала говорит, почему да как случается. И не просто говорит, а как бы объясняет, почему так лучше делать. И вот так далее. Так что мне этот ворон понравился. Он как рассудок Баб-яги. Баб-яга такая шальная. Никого не слушается. А Абрахаса она слушается. Потому что он говорит рассудительно. И все поясняет. Почему да как. И почему он какие-то вещи говорит ей. Он старается ей объяснить, почему он это говорит. И как он это объясняет. И из-за этого она прислушивается к его словам. И маленькая Баб-яга. Как бы такая. И все-таки имеет хорошего друга, как Абрахас. Я закрасил желтым ему клюв. И оранжевого немножко добавил. Также мы добавим коричневого в ветку. Я рисую Абрахаса на ветке. Он просто сидит на ветке или на жердочке. Я конечно люблю на ветке рисовать птиц. Потому что они как живые. Летают. Могут полететь. И не сидят где-то в заперти. В клетке. Птицы не в клетке. Вот такой Абрахас у меня получился. Какие у него глаза. Я думаю, что желто-коричневые. Мне кажется, что желто-коричневые. У ворона мне хочется сделать желто-коричневый. И немножко оранжевого добавить. Тоже такой желто-коричневый-оранжевый. Пишите мне, пожалуйста, что вы хотели бы, чтобы я нарисовал. Делайте сторис. Я сторис ваши вроде бы могу получать. Иногда случается, что не получается. Но все-таки сегодня, я надеюсь, все получится. Если вы рисуете со мной маленькую бабу Ягу, то я очень рад. Мир трудмайк, конечно, всех поздравляю. Но сегодня тема такая у меня. Весенняя маленькая баба Яга. Очень мне нравится эта сказка. И я давно ждал, когда же я могу нарисовать ее. У нас были разные праздники. Мы нарисовали много на Пасху. А теперь мы рисуем маленькую бабу Ягу. Она веселая и яркая. Мы не рисуем Абрахаса. Рисуй самый новый. Зову еще раз тебя. Красиво получается. Это ворон. Он умный. Он умный. Надеюсь, что он выглядит умным парнем. Говорящий. Но самое главное его достоинство, что он умный и разумный. Помогает бабе Яге все делать. Рассуждать. Помогает рассуждать. Как бы так. Такой мозг, который отдельно находится. Такой рассудок. Что мы еще нарисуем? Давай нарисуем ей немножко облаков. Все у нас сегодня будет с розовыми облаками. И все будет такой вот масляными мелками. Я постараюсь. Он немножко грустный. Можно сказать, мой Абрахас. А почему? Печальный ворон. Да. Да. Я тоже это заметил. И люди пишут. Печальный ворон. Ну, потому что. Как бы так. От. Много знаний. Много печали. Он такой. Да. Он такой рассудительный. Но не веселый. Мне кажется. Да. Какой-то не очень веселый получился. Но может быть он дальше. Когда она ему помогать будет. А помогать его родственникам. Будет другим воронам. Он станет. Повеселее у нас. Так что ворона мы нарисовали. Зовут его Абрахас. И вот они сидели с бабой Егой. Да. Со мной сидели. И я решила полететь на Вальпургиевую ночь. И конечно. Мне там очень-очень даже не повезло. И дальше нам расскажет. Ваня. Да. Дальше я все расскажу. Ставлю на паузу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...